Разбег Необъяснимое небо Между двумя берегами Прошлым и будущим где-то С высоты океана безбрежного Жизнь как будто ясна и проста И зовет, и волнует по-прежнему Высота, высота, высота Пожар в третьем двигателе Москва, посадка Москва, посадка Аэрус-1983 запрашивает аварийную посадку У нас отказ У нас пожар в третьем Третий двигатель отключен Выравниваемся Земля, не слышу вас Командир без сознания Второй пилот тоже в дауне Кто за штурвалом? Пилот Сергей Васильев Ну понимаю, ладно мы Это наша работа А куда все эти люди несутся, а? Ну как куда? Они же пассажиры Вот я и спрашиваю Если это пассажиры Куда они все летят? Чего им дома не сидится? Сейчас, Миша, я тебе все Популярно объясню Видишь ли, какое дело Если бы они Все сидели дома То Нам с тобой Перестали бы платить заработную плату Узрела суть Это ты хочешь сказать Что они здесь все для того Чтобы нам Так-таки и наконец Выплатили наши несчастные копейки Да-да, не гневи Бога Ну не такие уж и несчастные копейки Ну если, конечно, сравнивать Ну правильно С докторами там С учителями С уборщицами Эх, Михалыч Где-то я эту историю уже слышу Угу Девушка, ну как я вас пропущу? Вы на себя посмотрите, а? А что со мной? Со мной все хорошо Я себя отлично чувствую Тут лететь-то три часа Ну Девушка, не могу я вас пропустить Не положено Лететь не три часа, а почти пять Ну как-то не положено Ну девушка Ну вы-то меня понимаете Девушка, обратитесь к диспетчеру Ну пожалуйста, ну пропустите Ну я вас прошу Не волноваться нельзя Вот спокойненько сдайте билет И ступайте домой Нельзя вам летать в таком виде Нельзя Даже брюзжание старого еврея Не испортит мне настроение Миш Скажи мне, пожалуйста Что у тебя перед полетом Всегда вот настроение плохое, а? А вот насчет старого еврея Мы с тобой еще поспорим Вот так Сколько лет мы с тобой знакомы, а? Михалыч Черт, мы с тобой уже такие старые Смотри, смотри, на наш рейс беременная Кириленко не пропустит Кириленко? Пропустит Пойдем Можно вас на минуточку? Слышь, мужик Ну долго мы еще будем Что вы себе позволяете? Ну ладно Хорошо Хорошо Светочка, пропусти ее в порядке исключения А то ей действительно волноваться нельзя Ген, давление что-то повышенное Сильно? Нет, конечно, в пределах нормы, но все равно Что, опять в семье проблемы? Нет-нет, все нормально Смотри, Генка Допускаю Счастливо До свидания Счастливо Привет Зоенька Так, опять без стука Зоенька Иди, раздевайся до пояса Да перед тобой, Зоенька, хоть Спокойно Михаил Борисович, у вас-то как-то здоровьем? Знаете, Зоечка Федоровна Вот сегодня утром проснулся И вот здесь, вот в этом месте Какие-то колики Вот что-то здесь жмет, жмет Вот так Больно Прошло потом? Да Быстро? Минут через пятнадцать А если честно То минут через двадцать Угу, хорошо Все нормально у вас Я вас допускаю Да, Зоечка Федоровна А померить давление, там, температурку Да они у вас нормальные Да? Идите вы, допущены Спасибо Ну, Зоя А мне раздеваться или нет? Подожди Игорь Я не могу допустить его до полета Зоя А что такое? То есть как? Зоя Ты что? Зоя Нет, не могу Зоя Понимаешь, вчера шумы в сердце, давление повышенное Я не могу допустить его до полета Зоенька Что ты, девочка моя? Солнышко ты мое Мне летать-то осталось всего ничего Ну К нам молодой парень пришел Сергей Угу На мое место Был у меня твой парень У него-то все как раз нормально Как часы Давно? Ну, час где-то Куда пошел? В самолет пошел осмотреться, кажется Зоя, я тебя умоляю, а? Здоров как быть Ну Зоя, ну а все-таки какие-то? Ну, ай, ну будь же ты человек Подожди меня там Угу, удачи Не проси, Миш Ты чего? Ты чего? Миш, даже не уговаривай меня Я врач, я на работе Я беспокоюсь о твоем здоровье, Миш Вот, 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 я тебе сейчас покажу Миш Я тебе сейчас покажу, какое у меня здоровье Ну, Миш Зоя, Зоя Ну, Миш Ну, Миш, ну, что ты делаешь? Я на работе не уходя Миш Что? Миш Девятнадцать восемьдесят три Москва, посадка Я на Глиссаде Сильный боковой ветер? Ничем больше меня порадовать не могли? И полоса вледенела? Ладно, ладно Все понимаю Посадка на чистом крыле Высота сто Посадочные огни Вижу полосу Блин, как ее укидает-то Штурвал на себя Сели Малый газ Реверс Спойлеры Тормозим 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 Вот так вот Хорошая работа Шасси Шасси забыл выпустить Смотри, смотри Рычаг катапульты ищет К сожалению, на пассажирских катапульт не предусмотрен Вы попал-то И парашюты не дают Да я уже пришел в сознание Могу сам порулить Смотри, смотри, что ты не возражаешь Ты не возражаешь Эй, Серега, ты куда собрался? А ну давай поднимайся, взлетать скоро Марусь, вот так ты встречаешь гостей Добро, добро пожаловать на борт Сергей Вы куда нашего стажера послали, а? Лучше бы чаем угостили Михалыч, не бурчи А ты сам-то из комы вышел, а? Чего? Все нормально, все нормально Все хорошо Чего вы? Как вам парень-то? Не знаю Не знаю, чудной он какой-то Почему чудной? Нормальный парень и летчик от бога Что-то не похоже, раз так лажается-то Где ты его нашел-то? Я у него в училище инструктором был А потом случайно в поезде встретил Когда я в Ростов ехал к племяннику Его полк расформировали и... На вокзале подобрал А почему это подобрал? Тебе, выходит, я тоже подобрал, когда из испытателей списали? Ничего ведь, летаешь, причем первым А я вторым бы и не сел Твоя идея была Конечно, не сел бы Идея-то моя Потому что у меня мозги-то ведь есть Сколько мне еще летать-то осталось, а? А что, Михалыч, есть проблемы? Рекомендую потрясающее импортное средство Называется «Виагра» Борисович плохого не посоветует Это я тебе точно говорю Пожалуйста, добро пожаловать Здравствуйте 8А Здравствуйте, меня Марусь зовут Здравствуйте, а я Сергей Знаю, Сергей Васильев, второй пилот Добро пожаловать Здравствуйте Скоро я сяду на землю И хотел бы, чтобы Серега занял мое место Он был Он был один из лучших Если не лучшим в выпуске Я ему доверяю Ну, посмотрим А что смотреть? Ты видела этих, которые из гражданских училищ приходят? Их же за штурвал-то пускать страшно На тренажерах налета никакого Стариков брать? На год, на два Кто нас-то заменит? Ты что, уже и меня менять собрался? Да? Сколько ты еще решил в этом кресле просидеть? Ну, это... Три года назад я тоже так думал А теперь вот без «Виагры» На борт не пускают Здравствуйте, проходите Здравствуйте, проходите, пожалуйста Коньячку принесите, пожалуйста Напитки вам будут предложены Как только мы наберем высоту Не, ну, я сейчас хочу Таковы правила, извините Михалыч, поди сюда Слышь, Михалыч, ты помнишь ту беременную даму на регистрации, которой ты говорил, что Кириленко не пропустил? Здравствуйте, да Ну и что? Так вот, только что эта дама предстала перед глазами изумленной публики Вот зараза, а! Так, где Кириленко? Утро постоит Михалыч, ты куда? Ее все равно уже не снимут с рейса, потому что она прошла регистрацию Да, ну, Михалыч, все давно уплочено Наташка, привет Здорово Новенького нашего видела? Ну так, Мелик, а мой что? Ты такой прикол пропустила В общем, поднимаемся ему на борт Павка, Бержицкая, Генка и я Значит, заходим А это значит, сидит у штурвала и говорит Второй пилот Сергей Васильев сажает в самолет Представляешь себе! Значит, первый пилот у него валяется под сиденьем Вот так, вот у Бабки лицо тоже выделано Второй пилот у него тоже в отключке В общем, все умерли, весь борт умер, представляешь? Нет, бак пробит, хвост горит Но второй пилот Сергей Васильев героически сажает в самолет Москва, руление, Аэрус-1983, разрешите запуск Аэрус-1983, Москва, руление, запуск разрешаю Борт инженеру, запустить двигатели Двигатели попарно Один, два, три, четыре Двигатели запущены Аэрус-1983, разрешите предварительный Аэрус-1983, предварительно разрешаю Взлетная 128, вправо по третий, к первой Быстро предварительно, да Никаркой, Аэрус-1983, понял вас Взлетная 128, вправо по третий, к первой Аэрус-1983, остановитесь перед третьей, пропустите семьсот тридцать седьмой Накаргал В космос же летим, барышни Ну да, конечно, как хотите А чё это вы так быстро согласились? Вы знаете, у нас самолет битком и такой перегруз Пристяните, пожалуйста Девятнадцать восемьдесят три, семьсот тридцать седьмого Выпустил Девятнадцать восемьдесят три, продолжайте предварительный Вот, ничего не накаркал Бортинженер, к пульту Есть Девятнадцать восемьдесят три, я на предварительном Девятнадцать восемьдесят три, работайте со стартом Сто двадцать один, запятая ноль Девятнадцать восемьдесят три, понял вас Работаем со стартом Сто двадцать один, запятая ноль Москва старт, Аэрус-1983 Я на предварительном, разрешите исполнительный Аэрус-1983, Москва, старт. Исполнительный запрещаю. Ждите на предварительном. Все-таки накаркал. А почему посторонние в кабине? Кто здесь посторонний? Ну, какой же он посторонний? Познакомиться надо по-людски. Во время старта посторонний. Серега, займи место в бизнес-классе. Когда взлетим, познакомимся. Аэрус-1983, Москва, старт. Взлетный, 128. Взлетный, 1983, к взлету готов. Аэрус-1983, взлет разрешаю. Двигатели на взлетной. Двигатели на взлетном. Параметры в норме. Не накаркал. Помолчи. Взлетаем. Молодой человек. Да, девушка. Молодой человек, вы только спинокресла не откидывайте, хорошо? Хорошо, хорошо. А то в нас раздавите. Хорошо. Нет, ну можно не толкаться-то, а? А я не толкаюсь. А вы что, не видите, в каком положении? А вы что, не видите, в каком положении я? Вы будете мне тут со своим животом, да? Вот с таким животом надо два билета брать и поперек лететь. Сразу видно, что своих детей у вас нет. Такие детей делать еще не научились. Правда, милые. А черт, ветер встречный сильный, опоздаемые горючки пожжем. Надо подняться повыше, Игорь. Попробуй договориться с Владимирским реце. У тебя это хорошо получается. Попробую. Ну что, баба-то беременная не родила еще? Да нет, слава богу. Я сейчас накаркаю. Да не накаркаю. Айрус-1983, Москва-контроль. Уходим от вас. Всего доброго. Айрус-1983, удачи. Работайте с Владимир-контроль на 1, 3, 2, 2. Дамы и господа, командир включил табло, пристегните ремни. Мы просим вас выключить все электронные приборы, убрать откидной столик, привести спинку кресла в вертикальное положение, открыть шторку на иллюминаторе и туго пристегнуть привязнение. Что-то случилось? Ничего. Мы что, падаем? Да нет, летим. Куда? Ну, куда? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Вперед! У вас все в порядке? Сынок, не помог бы ты бортпроводникам, а? А лихость твою мы еще успеем оценить. Полет у нас длинный. Серег, да и вправду, а. Помоги, у нас пол экипажа гриппом покосило. На битком набитый самолет всего лишь 4 бортпроводника. Владимир, контроль, Айрус, 19-83, со встречным разошелся. Разрешите 10-100. 19-83, 10-100, разрешаю. 19-83, понял вас. Попросили вам помочь? Ну чего? Пойдите, помогите в эконом-классе. В бизнесе сегодня людей немного. Серег, давай ты в тот проход, а я здесь. Угу. Вот. Просили вам помочь. Боже мой. Сам второй пилот Сергей Васильев пришел на помощь. Ну что ж, помогайте. Для начала нужно выучить легкую скороговорку. Мясо, рыба, курица. Мясо, рыба, курица. Замечательно. Ну а дальше, как при посадке горящего самолета. Прошу. Ой, аккуратнее, аккуратнее. Что ж вы так? Игорь, ты чего на Серегу-то взъелся? А что ты взял, что я на него взъелся? Что он мне, родной, что ли? Пришел и пришел. Михалыч прав, парень первый день на работе, а ты как с цепи сорвался. Старшему бортпроводнику пройти в кабину. Ну, поребячился чуть-чуть. Молодой он еще. А ты как-то все слишком серьез воспринял. Что там этот новенький делает? Работает. Нам помогает во втором салоне. Справляется. Ну, когда закончит, пускай зайдет в кабину. Хорошо. Женщина, я вас только прошу, вы со своим животом поосторожнее, а то знаете, сколько вот эти брюки стоят? Ой, ну, извините, что ваши брюки меня не интересуют. Не нравится, пересядьте. А почему это я должен пересаживаться? Вот вам не нравится, вы и пересаживайтесь. Пересадите ее. И вообще, должны же тут быть специальные места для беременных и прочих инвалидов. Я сейчас из тебя, инвалида, сделаю. Слышь? Вы не лезьте и не хамите. Я вообще не с вами разговариваю. Че? Ну, как вам не стыдно? Ну, как вы разговариваете с беременными, а? А нечего беременным в самолете делать. Дома надо сидеть, морковку кушать. Международная ассоциация авиаперевозчиков просит вас оставаться на местах до полной остановки самолета. Не вопрос. Тем более, что наш полет скоро закончится. Извините, надеюсь, ваши брюки не пострадали. Это Версачи? Нет, это Мюглер. Последняя коллекция. Боже мой, Мюглер. Как я могла перепутать? А вы не могли бы сказать, где вы их купили? В Лондоне. В Лондоне, боже мой, как мне повезло. Мы скоро-то долетим. Адресок не подскажете? Только я к вам чуть позже подойду, хорошо? Только обед раздам. А вам, наверное, еще воды. Вам тоже повезло. Воду вам принесет сам второй пилот Сергей Васильев. У нас сегодня улучшено обслуживание и работу в бортпроводников выполняют великие люди. Подождите. Если вот это пилот, кто сейчас рулит самолетом? Вам что налить? Ну, напиток какой-нибудь. Так, досок. Здорово у тебя это получилось. Ты про что? Я про вот этих. А, про это. Да ерунда. Они просто летать боятся. Вот им моя помощь-то и нужна. И что, часто такое бывает? Не часто, но бывает. Бывает. Я уж думал, придется. Да ты что, сама сошел, Серег? Они вон такие бешеные деньги платят. Это точно для того, чтобы их вон мутузили. Пожалуйста. Да, да, спасибо. Зайтища. А, ты куда-куда пошел? Пойдем, пойдем. Она сама, сама справится. Я же тебе сказала, Сереж. Ну, вы дай ее. Ничего себе. Я вам нравлюсь. А вы мне не очень. Но если вы заправите галстук и будете держать при себе руки, то, может быть, я... Ну, и что тогда? Я обращу вас особое внимание. А, раз так, тогда еще коньячку. Хорошо. Но я не очень люблю пьяных мужчин и тех, от которых разит перегарм. А, тогда коньячку и жвачки. Вас что-то ему специально учат? Нет. Не специально. Так, интуиция. Не противно. Еще как противно. Знаешь, какие уроды летают вон. Юбки специально облегающие носим, чтобы не схватить было. Помогают? Нет. Они под юбки лезут, вон. Синяки остаются. Колготы рвут, посмотри. Синяки, вон, все колготы, понимаешь? Сергей вас в кабину зовут. Спасибо, что пытались помочь, но… Да, мне уже все объяснили. Но все равно спасибо. Идите, и не пух. Можно? Пожалуйста. Где же стюардесса? Как душно. О, какой у вас животик-то большой. Двойню, наверное, ждете? Нет. Мальчик-девочка. Говорят, девочка. А-а-а. А у меня две девочки. Сейчас покажу. Вот. Угу. Это такое счастье, когда родиться такой вот пусть. Вы знаете, ручки крошечные, ножки крошечные, губки крошечные. Ну, такие вот. Может, вам и одну конфетку дать? Да. Освежает. Спасибо. А, сынок, заходи. Садись на мое место. Командир, я пойду посмотрю, что в салоне делается. Меня зовут Игорь Николаевич Волохов. Я командир этого судна и экипажа. Михаил Михайлович, вы знаете. Штурман тоже Михаил, только Борисыч. Бортинженер Геннадий Сопронов. Теперь хотелось бы послушать вас. Василий Сергей. Направлен к вам на должность второго пилота. Окончил высшее военно-воздушное училище. Стажировался на МиГ-29 под руководством полкова. Михаил Михайлович. Потом был направлен в полк истребительной авиации под Кандалакши. Правда, ни одного истребителя, пригодного к полетам, там не было. Что ж это за полк-то такой? Забытый. Ну и на чем же вы летали? На чем только не летал. На АН-24, на Л-76. Почти полтора года летал вторым пилотом. Вот, а я так смотрю на него, а он так, шесть в салон. И типа незаметненько так, знаешь. А я думаю, ну дай посмотрю. Я выглядываю, ну точно. Ёль, я заглядываю. А он, значит, идет по салону. Крылья расправил. Представляешь себе, смотри, смотри. Крылья расправил, плечи расправил. Идет, так, знаешь, идет. Как, как, как обои, как обои гнидой лошади. Марусь, тебе бы в цирке работать. Да ладно, ладно, Наташа. Я смотрю на него и думаю, блин, пормет он сейчас твоего пассажира, как тузик, реку. А что это моего? Если хочешь, забери его себе. А я думаю, я на него, знаешь, так, так, там его схватила и повисла, и везю. Я ножками выпираюсь, ножки скользят, а я везю. А он даже не заметил. Ну, ты знаешь, у него рука, вот рука под пиджаком, представляешь, как железо, представляешь, слушай. И думаю, он сейчас как по морде, как хрященет. Слушай, вот у него кулак, вот, вот как пол моей головы. Да, видимо, и мозгов столько же. Хотя, ты знаешь, нет, парень, он, по-моему, неплохой, только неотесанный немного, а так. Вот. Очень даже симпатичный. Точно, слушай, неотесанный он, Наташка, неотесанный. Потому что как же с туз раз в драку лезет, вот. Конечно, ты его же так достала. Чего это я-то? Ты знаешь, Генке доставалось намного меньше, когда он к нам пришел. Видимо, наш стажер тебе пришелся по вкусу. Наш стажер по вкусу. Чего это наш-то? Пусть сама себе его забери. А я подумаю. Вот когда я беременная была, мне муж приносил все, что угодно. Рыбку красную, икорочку красную, воблу красную. Ой, воблу. И всегда говорил, тебе, наверное, очень солененького хочется. А я ни в какую. Вы знаете, чего больше всего мне хотелось на свете? Чего? Холодца. Господи, да вы бы помолчали. Меня от вашего холодца чуть не стошнило. А ее вот сейчас точно вырвет. Извините, но мне кажется, вы заняли мое место. Вы уверены? Да. Это правда? А куда это я шла? Ах, да. Я же сказала. А я могу вам чем-то помочь? А можно мне еще немножко воды? И если можно сделать, чуть-чуть попрохладнее в салоне. Вы знаете, в салоне и так нормальная температура, 22 градуса. А вам воды со льдом? Да. Простите, с вами точно все в порядке? Да, все хорошо. А сынок-то у нас с богатым приданным, а? В смысле, опытом. Какой налет? 1200 часов. Второй пилот, взять управление? Есть, взять управление. Курс 0,54, высота 10-100. Управление взял. Перехожу на ручное? Отставить. Командир, прости, засранца накаркал. Что, новосип не принимает? Нет, там беременная баба рожать собирается. Не могу больше. Мама, она что, она правда сейчас здесь родится? Не надо воды. Она что, сейчас здесь? Поворачивайте, я вас умоляю, поворачивайте самолет. Я пойду освобождать место в первом салоне, ты займись пассажиром. Куда мы в день? У нас нет места. Ничего страшного, что я не передумаю. Давай, займись пассажиром. Поворачивайте скорей. А вы меня хотите в эту конюшню пересадить? Простите, но у нас там рожает женщина. Ну и пусть рожает. Я да тут при чём? Мы здесь готовим место, вам будет тут неудобно. Значит, мне здесь хорошо. Меня опять прислали вам помочь. Вот мужчина не хочет уходить в эконом-класс. Видите ли, у нас возникла большая проблема. Ну, это же ваша проблема. Ну, поймите же. Ну, что вы мне рассказываете? Серёг, это не тот случай. Понял. Подъём. Ну, ладно, 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 ладно. Так бы сразу и сказал. Терминат. Прошу вас. Я помоляю, не могу. Я сидя. Господом, не надо. Сама, я сама могу идти. Куда? Куда? Псс. Отовсись, не уйдяйтесь. Отовсись, не уйдяйтесь. Отовсись, не уйдяйтесь. Подождите, собачки. Пошу вас. Ой, надо же какой-то живописный. Господи. Удушу Кириленко вот этими собственными руками. Кириленко мы будем убивать по очереди. А сейчас что делать? Во-первых, надо сообщить на землю. Михалыч, сообщи в РЦ. Гена. А? У тебя ж двое детей. И что? Ну, как что? Ты должен уметь. Что уметь? Я их с роддома забирал. Правильно, уже упакованными, перевязанными. Михалыч, что? Ну, да ты чего, Игорь? У меня младший, и тот уже летает. Стюардессы учат родопринимать. Ну, ты представься, Наталью или тем более Марусю в роли акушерок. Второй пилот Васильев. Я? Помогите портпроводницам с этими, с родами. Я? Ну, не я же. Да я ж не это. А тут никто не это. Есть. Уважаемые товарищи пассажиры, у нас на борту рожает женщина. Нет ли среди вас врача? Врача. Врача. Хотя бы зубного? Или ветеринара. Ну? Нет. Ну, чего? Ну что, придет самим? Наташа, из нас троих рожала только ты. Ну и что? У меня мозгов хватило сделать это в роддоме. Ребят, вы что? Я кровью боюсь. Я не смогу, вы что? Так, подождите. Во-первых, нужна горячая вода. Ага, я сейчас принесу, держи. Не, подожди, ты-то не меня. Серега, ты молодец. Я? Ну, а кто? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, успокойтесь, все хорошо. Тихо, тихо, тихо. Что там происходит-то? Хочешь посмотреть? Нет. Сколько осталось? Два сорок. Ну, может, поднажмем? Куда поднажмем? У нас и так ноль восемьдесят два. Движки насилуем. Может, сядем где-нибудь? И бабу с воза. Где сядем? На поляне? Мы же не на кукурузнике. Ну, что там, Ген? Слушайте, новенький Васильев герой. Принимает роды. О, молодец. Сволочь. Это же он меня домой направил. И знал, что могу родить. Не любит он меня. Любит, не волнуйтесь, любит. Нет, нет. Гад, о, гад. Сволочь он. Он же, гад, цветы дарил. В кино водил. Гад. Москву обещал. Поверила, дура. А как залетела, так не нужна стала. Гад, гад, гад. Самолет развернули уже, да? Скоро сядем. Надо позвонить ему. Сообщить этому гаду. Чтобы встретил. Сообщим, сообщим. Только уже из Новосибирска. Точку возврата давно прошли. Ближайшие два часа сесть будет негде. Так самолет не развернули? Ну, конечно, нет. Точку возврата уже прошли. Э-э, вы куда? Ой, дура я, дура. Ненавижу. Скажи, мужики, все. Ну, что там? Ложная тревога. В смысле? Симулянтка. Ее, типа, мужик бросил. Отправил домой рожать в Новосибирска. Так она думала, мы сейчас самолет развернем. Зачем? А чтобы ее мужик встретил на белом коне и с букетом цветов. И чтобы в оркестре был мужик с большим барабаном и с медным тазом. Ой, дура. Выходит, я не накаркал. А ты помолчи, помолчи. Молчу. Ну, какая ж дура. Сергей Васильев, спасибо. Займите место в первом салоне. Есть. Ну, какая ж дура. Все. Все, падаем. Да. Валер. Ты че? Крыло отваливается. Ты гонишь. Господи, ну заткните уже кто-нибудь, и он не на нервы действует. Рот закрой. Вообще. Сейчас обгадится скотина. Валер. Все мужики скоты. Трусливые. Трусливые. Тоже, вообще. Валерке плохо. Валер! Валера! Опа! Доктор! Есть? Что там? Алло! Что с ним? Валерка! Ну что? Пульс, они. Маруся, тащи аптечку. И не дышите. Что там за бопли опять? Да, мужику хреново стало. Что с ним? Не знаю. Похоже, сердце. Тьфу ты. Что ж, заречь такой. То понос, то золотуха. Ты скорой в Новосибе отбой дал, да? Вызывай обратно. Сколько прошло? Почти три минуты. А, вспомнил. Мне Валерка говорил, Лелик, сердце. Болит, говорю, если плохо, укол прям сердце. Пусть есть. Очень слабый. Ты предлагаешь? А что остается, если он сам сказал? Сказал. Готовь шприц. Угу. Держи. Он задышал вроде. Может, тогда не надо? Надо? Валерка сказал. Едва-едва дышит. Может, опять выключится. Штурман, долго еще? Снижение через сорок минут. Когда же этот дурдом кончится? Давай. Я не могу. Давайте я. Давайте, давайте, давайте. Дайте, дайте мне шприц, дайте, я ему сейчас этому гаду, дайте, я ему сейчас самое сердце, по самому рукоянску. Соблюдайте спокойствие. Тихо, тихо. Господи. Сидите, успокойтесь. Тихо, тихо, тихо. Ну, что вы стоите, а? А что я-то? Я, между прочим, вообще тут ни при чем. Валера, держись. Помнил, это не Валерка про укол сказал. Что? Пашка. Все, сажаем этого зомби. Пульс есть, дыхание есть, долетит. Снижение через пять минут. Садись, Гена, начинаем предпосадочную. Есть. Управление слева, контроль справа. Ну, что там? Лучше бы ты не спрашивал. Справится? Ну, Серега может и справиться. Серега? Мои штаны. Нет, то воду ведрами она пила, а теперь вон лужу развела. Отстаньте от меня со своими брюками. Плохо мне. Где стюардесса? Что случилось? Плохо мне. Можно? Можно мне еще воды? У нее вон целая лужа под ногами. Куда тебе еще воды? Сейчас вам принесут воду, а я вернусь через минуту. Ребята, там женщина рожает. Отнесите ей воды. Что, опять? Теперь уже по-настоящему. Наташа, ты уверена? У нее воды отошли. Помоги. Час от часу не легче, а? Фух. Айрус, 19,83. Новосиб, подход, ответьте. Айрус, 19,83. Новосиб, подход. Скорую вернули. Все в порядке. 19,83. Подгоняйте еще одну. Еще кто-то рожает? Нет, мужику плохо, видимо, с сердцем. Прошу выход к третьему и заход правым на 215. Что пили-то? Ничего такого. Коньячок. Не паленый часом? Обижаете-то, доктор. Лекарства принимали какие-то? Валерка говорил, летать боится. И ел он какие-то колеса перед вылетом. Вот. Две штуки или вторая упаковка. Он же не торчок, летать боится и все. Китайский терпимизин. С коньячком тот еще коктейльчик. Так его колеса расколбасило. Что кололи? Адреналин в сердце. Он бы помер иначе. У него пульс почти не было и дышал еле-еле. Да. Только не помер бы он. Доза маленькая. Да, доктор, а что с ним будет? Да ничего не борется. Поспит, проспится. Утром головка бубу. Может быть, совесть помочь ей. Так вы что, вы его не заберете, что ли? Мы приехали-то зараженецей. Ну, не в роддом же его везти. А Серега-то молодец. Да не то слово, мы бы без Сереги вообще ничего не сделали. От лица экипажа и от себя лично благодарность. Не за что. Ваша родила мальчика. Да ты что, здоровенький? Еще какой. Будем надеяться, пилотом будет. Правильно. Я же тебе говорил, мировой парень. Во всем положиться можно. Это ты о ком говоришь сейчас? А ты о ком? Вот и поговорили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова